Центральная городская больница Бейска сегодня обслуживает не только жителей Наукограда, но еще 14 прилегающих районов. Главная задача это оказание качественной и самое главное своевременной, экстренной и неотложной медицинской помощи. Сейчас в рамках формирования и развития межрайонного медицинского центра идет реорганизация. В частности, в ЦГБ больше не будет отделения эндокринологии. Эта новость уже обросла слухами и домыслами. Обеспокоенные люди написали письмо в министерство. Направили обращение на имя главного врача и в приемную депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Считаю важным отметить оперативную реакцию на мой депутатский запрос со стороны Министерства здравоохранения. Надеюсь, что такая практика взаимодействия станет для нас нормой. От этого выигрывает и само здравоохранение, и жители края. Итак, спешим успокоить бейчан. По официальным данным, отделение эндокринологии не закрывается, а только меняет адрес. Эндокринологическое отделение, которое сейчас находится на базе центральной городской больницы, уже в скором времени, буквально через два месяца, переедет сюда, на второй этаж четвертой больницы. Здесь будут созданы все необходимые условия. Известно, что отделение будет рассчитано так же, как и в ЦГБ, на 40 коек. И сейчас в палатах ведутся ремонтные работы. Врачи отделения эндокринологии уже посмотрели новое помещение. И главный врач четвертой горбольницы Александр Зорих заверяет, что здесь для больных будут созданы все условия. Условия будут те же самые. Сохранены койки, сохранен основной весь персонал. Финансирование, естественно, мы уже сейчас решаем, потому что надо же переориентироваться. Но, в принципе, решены вопросы уже. Мы просто переоформляем закупки, которые сделала ЦГБ, на нас. Есть такая возможность путем договора ЦСИ. И мы все эти вопросы закроем. То есть медикаменты будут своевременно, в полном объеме, что необходимо отделение для работы и пациентам. И еще одна хорошая новость теперь для сердечников. Помещение, где сейчас находится отделение эндокринологии, освобождают для отделения кардиохирургии. Ничего подобного в Бийске раньше не было. Реорганизация медицинских учреждений позволит ЦГБ выйти на новый уровень. А это уже совершенно другое финансирование и внедрение современных технологий. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Бийск специально для наших новостей.